В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Пять юных жителей муниципалитета получили свои первые паспорта из рук главы Ленинского городского округа Алексея Спаскова. Мы сегодня получили паспорт. Нас переполняют очень радостные эмоции. Председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко с рабочим визитом посетил территорию своего избирательного округа. Люди, я думаю, с удовольствием будут водить сюда своих детей, заниматься в кружки. В Винновском центральном парке отметили День студента. Студент – это вообще какая-то такая ностальгическая фраза. На самом деле человек должен всегда учиться. У председателя Совета депутатов Ленинского округа Станислава Радченко территория обширная. Ее обход и встреча с населением – одни из основных форм работы. На днях он посетил сразу три точки своего избирательного округа. Вместе с ним важные вопросы рассмотрели первый заместитель главы администрации Ленинского округа Альберт Гравин, а также руководитель территориального отдела горки Ленинские Светлана Литвинова. Первая точка – деревня Горки. Дома, стоящие вдоль Каширского шоссе, отделяет от трассы пешеходная дорожка. И без того не очень широкая. В зимнее время она пропадает под толщей снега и льда. Передвигаться по ней небезопасно, учитывая еще и то, что ее никак не обрабатывают. Скользко. Староста деревни Горки Татьяна Васильевна Санникова очень просила обратить внимание на эту проблему. Так получилось, что вот эта тропиночная дорожная сеть, по которой ходят люди, она не находится в казне муниципалитета. Мы примем решение о процедуре без хозяина объекта, принять его в казну. А в настоящий момент мы дали поручение нашему муниципальному бюджетному учреждению о том, чтобы привести его в порядок, посыпать песок. И тут же мастер участка дал распоряжение. Приехала машина с песком, и пешеходная дорожка была посыпана. Второй объект здесь же, в деревне Горки. Дом культуры построенный для работников колхоза имени Владимира Ильича еще в 1958 году. Некогда верой и правдой служил жителям не только этой деревни, а и всем в округе. В советское время это было такое место, где на сцене выступали знаменитые артисты, такие как Кобзон, Лещенко, Зыкина была. То есть такое было место. Проводились все собрания, новогодние огоньки, дискотеки, концерты. Сегодня Дом культуры имеет печальный вид. В фразе «снести нельзя отремонтировать» по мнению директора досугого центра «Юность» Жанны Карасевой точку надо ставить перед последним словом. Здание могло бы решить проблему с помещением для кружковой деятельности. Его нужно оставить таким, какое оно есть, но только оно должно быть универсальным. И для танцев, и для партийных собраний. В настоящий момент стоит вопрос о том, чтобы провести экспертизу данного объекта и, собственно говоря, оживить его. Поскольку, начиная с 2001 года данный Дом культуры, еще советский исторический Дом культуры, в котором мы побывали, он был заброшен фактически. И кроме сторожа там никого не было, он постоянно приходил в упадок. В декабре прошлого года ДК был принят в собственность муниципалитета, но сказать, когда будет возможным провести ремонт, пока нельзя. Но «Юность» получит дополнительные площади уже в ближайшее время. Следующим пунктом рабочей поездки стал осмотр Центра творчества и развития «Радуга», расположенном в доме номер 11, корпус 1 по южному проезду. Руководитель Центра Юлия Котова арендовала помещение у фонда «Ратибор», который решил выставить квадратные метры на продажу. Покупатель нашелся быстро. Мы доложили руководителю муниципалитета Алексею Петровичу Спасскому, и он принял решение, поддержал нашу инициативу, для того, чтобы приобрести ее за деньги достаточно хорошие, то есть, которые в казна располагают, 13 миллионов рублей, для того, чтобы разместить там наше муниципальное предприятие, культуру и воспитывать ребятишек, проводить с ними соответствующие занятия. Здесь очень удобный и подъезд, и подход. Здесь жилые дома, и люди, я думаю, с удовольствием будут водить сюда своих детей, и заниматься в кружке. Кроме того, в выгоде окажется и местная детская школа искусств. Это помещение в 160 квадратных метров приобретается в ближайшие дни. И сюда переезжает отделение, которое расположено в горках Ленинских, досуговый центр «Юность». А то помещение, которое они на сегодня занимают, у них там четыре комнаты есть, такие не очень большие, они находятся как раз в одном здании, на одном этаже, и у них общая стена с детской школой искусств. И тогда освободившиеся комнаты будут переданы школе искусств, и школе искусств, конечно, уже будет посвободнее, поудобнее. Большой плюс еще и в том, что помещение не требует ремонта, а отдельные его залы уже рассчитаны для определенных занятий спортом или танцами. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Уже можно работать, открыть счет в банке и лично отстаивать свои интересы в суде. Пять юных жителей Ленинского городского округа получили главный документ каждого гражданина российский паспорт из рук главы муниципалитета Алексея Спаскова. Подробности в нашем следующем сюжете. Без него невозможно поступить в институт, устроиться на работу и купить билет на поезд или самолет. Главный документ каждого гражданина – российский паспорт – обычно выдают в многофункциональном центре. Но некоторым юношам и девушкам, которым исполнилось 14, выпадает возможность получить его из рук главы Ленинского городского округа. Не стесняйтесь учиться. Жизнь, она очень-очень-очень скоротечная. Это сейчас вам кажется, что урок долго идет. Поверьте, потом день, неделя, год будет пролетать очень быстро. Не стесняйтесь, не стесняйтесь дышать в полной груди и жить полной жизнью. Пусть у вас все получается. Ну и еще раз поздравляю. Получение паспорта в 14 лет – это не просто формальность. Теперь ребята при желании смогут официально устроиться на легкую работу, открыть счет в банке и арендовать жилье. Но помимо прав, появляются и обязанности. Отныне за свои действия подростки несут ответственность перед государством сами. Все хорошо, все. Более взрослая теперь. Наверное, более ответственная становлюсь. С одной стороны радостно, а с другой стороны все-таки хочешь, чтобы они оставались детьми. Для Анастасии Киселевой получение паспорта – большое событие в жизни. Девушка учится в Винновской гимназии и мечтает стать дизайнером одежды. В администрацию Ленинского городского округа в этот день она пришла вместе с родителями, которые, как казалось, волновались больше дочери. Мы сегодня получили паспорт. Нас переполняют очень радостные эмоции. И мы надеемся, что... Сейчас перед ребенком открываются, конечно, очень большие возможности и перспективы. И мы надеемся, что ребенок выберет верный путь. Я очень сильно счастлива получить паспорт. Это все-таки вступление в, можно сказать, новый период жизни, во взрослый. Собираюсь пойти работать, пробовать себя. Еще школьники, но уже полноправные граждане нашей страны – все они прекрасно понимают, что с получением паспорта начинается новая жизнь, которую многие из них вечером встретят за праздничным чаепитием. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Татьяны в этот день отмечают именины, а студенты – свой праздник. В Видном день студента отмечается традиционно. На него приглашаются все, кто сегодня может причислить себя к этой братьи. В Центральном парке состоялось мероприятие, организованное управлением по делам молодежи, культуры и спорта. А ведущими и участниками стали студенты МРСИ. Как прошел этот вечер в нашем следующем сюжете. Первый месяц года для многих вузов – это время сессии. Одни уже закрыли семестр, другие – в активной фазе. 25 января – день поистине святой для каждого, кто грызет гранит высших наук. И отметить его надо так, чтобы после не было мучительно больно за бесцельно прожитые студенческие годы. Зажигай, что горела ясна. Зажигай, чтобы не погасла. Зажигай, звезды в небе синие. Зажигай, сделано в России. Сегодня на сцене звезда студенческой эстрады МРСИ – Максим Панов, вчерашний выпускник школы. Это были самые несбываемые эмоции, потому что это были уроки и перемены, двойки и пятерки, победы и падения. И все было классно. Вот так же классно юноша начал и свою студенческую жизнь. Новые друзья, новые эмоции. И те, кто только влился в студенческое сообщество, и те, кто стоит на пороге получения диплома, на праздники смогли поучаствовать в играх и конкурсах. В общем, повеселиться от души. Так в одном из конкурсов участники пытались найти спрятанные шпаргалки, замаскированные под конфеты. Под капюшоном? Под капюшоном тоже нету, друзья. Вот в капюшоне была все-таки две целых конфеты. Молодежь любит студенческую пору за ее неповторимость в первую очередь. Ощущаешь себя более свободно, чем в школе, тоже взрослая, отвечаешь сам за себя. Студент – это вообще какая-то такая ностальгическая фраза. На самом деле человек должен всегда учиться, не обязательно к какому-то предмету, какие-то тематики жизни, всегда. То есть с рождения, когда ты уже осознаешь, что ты в нашем мире, мне кажется, человек должен в чем-то себя учить постоянно. Учиться никогда не поздно, уверен Шамиль Гамзатов. И получать вышку в наше время надо. А Сергей Тен считает, что одного высшего бывает маловато. Жизнь слишком коротка, чтобы расточаться на какую-то узкую направленность, на одну. И поэтому я лично для себя сделал выбор, что пока есть возможности, есть силы и немаловажные желания, я буду постигать что-то новое в своей жизни. В праздничный вечер студентам также было предложено покататься на коньках. В парке действует прокат, который сегодня для всех предъявивших студенческий билет был бесплатным. Тут же рядом ребята из клуба «Горизонт» пели песню у костра. Многие из них пока еще школьники, но глядя на старших, наверняка уже грезят тем временем, когда и сами станут студентами. Есть такая группа с названием «Тату». Там девушки поют, что они сошли с ума. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Представители Ленинского отделения «Единой России» поздравили студентов-добровольцев Московского социально-экономического института с Днем российского студенчества. Встреча прошла в общественной приемной партии. Несмотря на то, что некоторые из ребят недавно занимаются волонтерством, у них за плечами большой опыт. При участии студентов Московского социально-экономического института реализовано свыше 20 проектов. Это благотворительные акции, лектории, мастер-классы, оказание адресной помощи и организация мероприятий. Волонтерством я начала заниматься в 2021 году. Привело меня эта компания из института. Дальнейшие очень большие планы на волонтерскую деятельность. То есть я хочу этим заниматься, мне это нравится. В ходе встречи партийцы предложили студентам в ближайшее время разработать план мероприятий, который заинтересует молодежь, и реализовать их на территории округа при поддержке «Единой России». Ребята действительно работают достойно, у них у всех горят глаза. Они помнят все свои мероприятия и могут о них не только рассказать, но и передать и чувства, с которыми они эти мероприятия проводили. Действительно у них хватает времени и на то, чтобы участвовать в волонтерском движении, и чтобы получать хорошие отметки. В ходе встречи студентам-добровольцам вручили награды и памятные подарки от секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Алексея Спаскова. Женская баскетбольная команда «Спарта НТК-2» провела домашний матч с московским клубом «Руна». Встреча прошла в рамках Суперлиги. Наша съемочная группа побывала на тренировке и пообщалась с главным тренером и капитаном команды после игры. К матчу Суперлиги ведновчанки подошли с небольшим преимуществом. В последних десяти играх чемпионата они одержали пять побед. Соперницы же потерпели семь поражений, что, несомненно, отразилось на настроении москвичек. И все же «Руна» показала отличный настрой на борьбу и уже на старте завоевала важные для себя очки. Это был важный матч для обеих команд в плане попадания в шестерку сильнейших. Поэтому обе команды вышли на игру сверхмотивированными. Шла борьба на каждом метре паркета. Инициатива переходила от одной команды к другой. Так называемые баскетбольные качели были на всем протяжении матча. Во второй четверти продолжилась равная игра. К большому перерыву «Спарта» вела 25-24. Но в начале третьей десяти минутки баскетболистки «Руны» все же добились преимущества. Гости реализовали несколько ключевых бросков и в итоге москвички одержали победу. Игра, правда, была очень тяжелая. Я считаю, что нам не хватило некой концентрации. Не реализовали в концовке открытые броски. Не могу сказать, что команда не была настроена на игру. Всегда выходим на площадку, чтобы победить. Но не отчаиваемся. Еще много игр в сезоне. Постараемся показывать красивый баскетбол. Следующий матч «Спарт-НТК-2» снова проведет дома. 28 января наша молодежка сразится с энергией из города Иваново. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.